И в этом области противоречия она должна, тем не менее, как-то существовать. Каким образом? Гекель показывает, что единственным способом, каким разумная логика или бесконечная логика может существовать противоречия, это позиции тотальности. Если бы спекулятивная логика была бы рассудочной логикой в буквальном смысле, то есть была бы некая логика, не каких-то понятий, конечных понятий, то всякий раз она бы впадала, то всякий раз противоречия что-то делали? Они бы, вот как он объясняет на примере диалетики и рассудка, она бы всякий раз разрушала всякого рода построение и превращалась бы в ничто. Всякий раз. То есть рассудочное мышление было с помощью диалетики, понятой как скептический принцип, полностью разрушено этим скептическим принципом. Точно так же, если бы спекулятивное мышление обладало бы, не являлось бы таким же рассудочным мышлением, то есть имело бы такие же структуры конечных понятий, оно бы точно так же разрушалось бы диалетикой. Поэтому с точки зрения спекулятивной логики, на самом деле, а единицы этой спекулятивной логики являются уже не конечные понятия, не системы понятия, а некие тотальности. Что такое эта тотальность? Мы в прошлый раз, когда разговаривали о Гигеле, об этом говорили. Этими тотальностями являются некие бесконечные предметы. Какие это бесконечные предметы? У нас разговор уже шел об этом. Это дух, мир, как целое. На самом деле у Гигеля этот мир как целое понимается просто как природа. Дух, природа и Бог. Вот это три тотальности, которые как раз являются бесконечными. Что это означает? Это означает, что спекулятивная логика вместо понятий выбирает некие, можно было бы так сказать, субстанции, которые включают в себе многообразие понятий. Допустим, субстанция духа, она включает в себе многообразные понятия, которые сплетены, в том числе и понятия друг другу противоречащие. То есть объединяет все это многообразие, в том числе и противоречащие друг другу понятий, именно субстанциональность этого. Допустим, мышление как тотальность объединяет многообразную логику внутри себя. Отдельные части, если так можно говорить, этого мышления могут друг другу противоречить, но они в составе целого представляют собой нечто единое. Нечто тотальное. И вот с позиции такой уже тотальности, здесь не может никакая диалектика ничего разрушить, никакой скептицизм здесь сделать ничего не может. В энциклопедии философских наук Гегель даже говорит о том, что именно спекулятивное мышление не может быть подвержено скептическому разрушению. То есть если рассудочное мышление разрушению такому подвержено быть может, всякий раз скептицизм обрушивается на нечто одностороннее и обращает его в противоположность. То есть скептицизм это всякий раз может сделать. А с точки зрения тотальности, с точки зрения спиклютивного мышления, мы тут не на что опереться, поскольку нет никакой противоположности. Тотальности ничего не противоположно. Внутри тотальности противоположности есть, они сплетены в противоречии, но они сплетены в виде системы. И как бы движение внутри, оно никак не противоречит тому, что тотальность одна. Вот тотальность одна, и ей ничего не противоположно, ничего не ретоположно. И поэтому ее критиковать с позиции скептицизма никак нельзя. И этим самым скептическая философия выдерживает любую критику. То есть этим самым Гегель привел к философии, к некому такому завершению. Но была придумана такая философия, которая не может быть подвергнута никакой критике. В принципе. Потому что скептицизм – это высший принцип критики. Потому что в каком-то отношении всякая критика сводится к скептицизму. Либо к скептицизму полному, как бы бессмысленному. Когда говорят А, говорят Б, а когда говорят Б, говорят А. А может привести к скептицизму разумно. Когда всякий раз на любые доводы ставится противодовод. Ну что я хотел сказать? Я хотел сказать, на самом деле, что скептическое спекулятивное мышление, оно, вот у Гегеля получается так, что скепулятивное мышление настроится на базе рассудочного мышления, плюс как бы противоречия. Плюс это противоречие, связанное с бесконечностью просмотрения некадектотальности. С рассмотрением бесконечных тотальностей. Вообще понятие тотальности в Гегеля означает бесконечность. У него бесконечность не понимается в смысле, как дурно бесконечность, а не исчерпаемость. А в смысле тотальности. Никакой другой смысл бесконечности нет. Потому что конечность у Гегеля понимается, когда одно понятие ограничивает другое. Например, как категория ограничивает друг друга. Это разные аспекты одного рассмотрения. Они в связке, когда мы говорим об одном аспекте, мы не говорим о другом. И тем самым каждое понятие является некой односторонностью. А в тотальности, поскольку в тотальности нет никакой ряда положенности, нет никакого другого понятия рядом, она ничем не ограничена в этом смысле, то можно рассматривать всякие вопросы, это рассматривается только с одной тотальности, а именно с чрезмышленностью. И поэтому это понятие является бесконечным. То есть здесь бесконечное понято именно как и тотальности. Вообще говоря о тотальности, мы и говорим о бесконечности. То есть спекулятивная логика, она рассуждает, и его предметом является только тотальность. И в этом смысле диалитическая логика, это есть некого рода нечто специфическое. То, что потом после Гегеля начали понимать под диалитической логикой, это совсем другое, совсем не то, что понимал Гегель. То есть Гегель понимал нечто специфическое особо, некое специально бесконечное мышление, предназначенное для исследования тотальности. А поскольку эти тотальности фактически, ну в смысле содержательности одна, в смысле формы их три, ну потому что Бог троится. А в смысле содержания одна тотальность, то есть тотальность мышления, или тотальность логики, лучше говорить. Есть некая логика, это абсолютная идея. Вот эта вот тотальность, это есть тотальность, которая существует в трех формах, а именно в форме, как бы, собственно, Бога, то есть своей истинной, в форме природы и форме духа. Вот три, эта тотальность существует в трех формах. Так вот, это вот фактически спекулятивное мышление, это то самое мышление бесконечное, которое рассматривает эту тотальность. И они как бы, получается, что предмет здесь соответствует, это тоже важно заметить, да, предмет соответствует методу его из рассмотрения. То есть тотальность есть и предмет, и способ, с помощью которого рассматривать. То есть тотальность изучает саму себя. Мышление как тотальность обращено к саму себе, да и изучает саму себя. Вот такая вот как бы зацикленная некая вещь. То есть мышление где-то повисло в эмпире, и вот оно само себя, условно говоря, созерцает. Это же, если вдуматься, то же самое, что говорил Аристотель. Аристотель говорил о том, что передвижитель является неким мышлением о самом себе, мышлением мышления. Но здесь важно просто то, как он понимает диалектику, он понимает не так, как она понимается. И что спекулятивное мышление, я пытался придумать какие-то другие предметы, которые могли бы, с точки зрения гегельского рассмотрения этого мышления, придумать другие предметы, посчитать, что диалектика или какие-то другие противоречия могут рассматриваться также этим спекулятивным мышлением. Но на самом деле получается, что никаких других предметов, кроме вот этого мышления нету, что мышление как тотальность, это и есть предмет спекулятивной логики или спекулятивного мышления. Никакого другого предмета нет. Поэтому все разговоры о какой-то диалектике природы, про которую Энгельс любит говорить, диалектику общества, или там, например, как и ты мне постоянно претензий, можешь сказать, что диалектика рассматривает развитие, все эти претензии, они просто некорректны, потому что они не относятся к сути вопроса. Потому что та диалектика, о которой говорит Гегель, это собственно, что это такое? Ты хочешь мне сказать, что есть спекуляция относительно развития, что ли? То есть, что, пожалуйста? Нет, я же говорил тебе, не спекулятивно относительно развития. Я же говорил о вакцовской. Мы же говорили о вакцовской. Я понимаю. Можно остановиться теперь на том, что такое диалектика природы. Дело в том, это тоже, кстати, вопрос любопытный. Дело в том, что у Гегеля, если мы постоянно, у Гегеля самым главным принципом рассмотрения всех вопросов является то, что бытие мышления. Мы уже это обсуждали, да? И он на это проводит, эту линию очень четко и последовательно, что делает ему большую счастью. Так вот, у него на самом деле те противоречия, которые наблюдаются в мышлении, Вот, допустим, если он считает, что диалектика, рассудка, такая вещь существует, если сам рассудок, на самом деле, запутан в своей диалектике, да? Если, как бы, он в этой диалектике живет, рассудок, то, на самом деле, поскольку есть то же самое мышление и бытие, то и бытие тоже точно так же запутывается в этих же диалектических трудностях, да? Почему? Потому что содержание мышления и содержание бытия одно и то же. И поэтому диалектика природы и диалектика мышления — это одна и та же диалектика. Поэтому, если мы наблюдаем в рассудке какие-то движения, то мы наблюдаем движения в природе. Ну что, послушай, послушай, в чем смысл-то? Ну поскольку диалектику… Но если диалектика у Гигеля понимается как скептицизм, то это никакого отношения не имеет к тому, что происходит в природе. Но как это, диалектику понимать как скептицизм? Вот, ведь что такое скептицизм? Я еще раз это напоминаю. Скептицизм — это некое внешнее отношение к чему-то, внешнее. Допустим, есть некий догматизм, догматизм рассудка, который настаивает на непротиворечивости. Приходит скептицизм и начинает внешним образом расшатывать этот догматизм, внешним образом. Какое отношение это имеет, на самом деле, к самому рассудку? Да никакого. И поэтому с точки зрения рассудка, природа точно так же непротивоищива. Потому что у рассудка установка на исследование природы, а как установка непротивоищивости. Послушай, я знаю, я этот принцип знаю. Поэтому с точки зрения рассудка никакой диалектики природы нет. Понимаешь, нет. Поскольку нет диалектики и рассудки. А философия природы? Нет, диалектик природы. Уэнесс. Диалектик природы. Так, вот теперь про карпускулярно-волновой дуализм. Нет, я про Энгельса, про Макса. Надо различать марсовскую понимание диалектики от гегельского. Надо все-таки? Конечно. Я не знаю. Ну вот это... Считается, что Марс и Энгельс вообще взяли все хорошее у Гегеля, а именно диалектику. Да, все плохое у Фейербаха, это я знаю. Все хорошее не взяли у Гегеля, а это все плохое у Фейербаха. Но, опять-таки, они пытаются формулировать некоторые универсальные законы развития, законы природы. Чем они, чем тебе, какое-то дело имеет отношение к Гегелю, как таковое? Знаешь, мол, все системы как-то развиваются, все системы как-то движутся, у них есть определенный род законы, типа закон отрицания-отрицания. Вот это гегельская и марсовская позиция, энгельсовская, энгельсовская, марсовская позиция. Называется марсизм-гегельнизм. Я могу следующее сказать. Может быть, давай, как бы я просто точно выскажу, что у марси и энгельса диалектика понимается по-другому. И их, как бы, их разговоры об этом являются, как бы, по-содержателям. Может быть, они формально относят, якобы, что у него Гегеля взяли, а содержательно нечто другое. Может быть, потому что надо брать марси и энгельсы и изучать. Но с точки зрения Гегеля, с точки зрения никакой диалектики природы быть не может. Не может быть не потому, что Гегель об этом не говорит. Гегель может об этом и говорить, а то, что то, как он понимает диалектику, эта диалектика представляет собой скептический, скептицизм, понимаешь? Не некая внешняя, некая вещь. Это вот не относящийся к делу, значит, внешнее значение к делу, не относящийся. Внуки-локи Гегеля, она дилектическая или нет? Она спекулятивная. Спекулятивная, но не дилектическая. Я сказал, что дилектическая спекулятивная одно и то же. Ну, вот, в том-то и состоит странность. Ты подумай, вот Гегель говорил о некой спекулятивной логике. Почему-то потом начали говорить о диалектической логике. Это же любопытно. Я всегда думал, что это просто людям как-то слово спекуляция не нравится, и они стали использовать более лаконичное и красивое слово диалектика, да, и диалектическая логика. Но на самом деле выясняется, что это не так. Возможно, что это не так. Возможно, то изменение термина существенно. Вот у Гегеля спекулятивная логика. Диалектика у него представляет некий позитивный скептицизм. То есть такой скептицизм, который разваливает весь догматизм рассудка, и тем самым его... Догматизм-то, он, может быть, его разваливает. Но вот движение науки-логики ты все время пытаешься нам... Движение науки-логики. Рассказывать о... Еще раз, давайте все-таки быть точным в терминах. Гегель никакой диалектической логики нет. У него есть только логика спекулятивная. Ну, спекулятивная это логика. Или разумная логика. Или бесконечное мышление у него есть. Методективная логика. Ну, науки-логики. Там какая логика? Науки-логики и спекулятивная логика? Ну, чудесно. Чего? Нет. Ничего. Просто... Комэ... А теперь я хотел перейти от спекулятивной логики. Я эти как разумноглядывал. Я считал, что спекулятивная логика и диалетическая логика это один и тот же правильник. Теперь я так не считаю. Я хочу понять. Потому что спекулятивная логика, как Гегель, это совершенно особенное нечто. Во-первых, он диалектику понимает как-то по-своему. Во-вторых, спекулятивная логика вроде это логика развития понятий. Спекулятивной логикой понимается логика разума. Логика, которая рассматривается с тотальности. Вот опять, вот ты говоришь о понятиях. Понятие это конечная логика рассудка. Спекулятивная логика включает в себе рассудок, но он включает его в рассудочное все. С позиции именно понятой Гегелем диалектики. То есть в позиции отрицания конечного. То есть всё конечное должно приводиться в движение, и существует только тотальность. Вот когда вы представьте, есть некий процесс, условно говоря, брауновского движения, внутри некой колбы. То, что внутри есть движение, это процесс, это как бы рассудочные понятия. А вот колба, как целая, это и есть тотальность. Она удерживает всё это движение в некой форме. Вот эта вот некая форма, в которой удерживается движение, это некая тотальность, и это, собственно, есть предмет спекулятивной логики. А вот это движение внутри, он считает, что это вот как бы рассудок сам себе разрушает, как бы сам движется в некой диалектической противоречии. Он постоянно сам вставит и сам снимает некие понятия. То есть внутри у тебя диалектическая противоречия, а снаружи это у тебя спекулятивная? Нет. Правильно. То есть ты правильно сказал. Спекулятивная логика удерживает внутри себя, внутри тотальности противоречия тем способом, что рассудок сам себе противоречит, но это противоречие разводится как бы по моментам, как моменты тотальности. Тотальность рассматривается как нечто целое, которое дано в своих моментах. В одном моменте оно в одном, в другом – другое. С точки зрения рассудка – это противоречие, но с точки зрения тотальности – это разные. С точки зрения спекулятивной логики, это разные моменты одного и того же непонятия. Вот, например, он говорит про свободу и необходимость постоянно, он любит говорить.